непонятный пост апокалипсис уже начался а нажми красную кнопку и команды из пяти героев объединиться суинами ну вы поняли на игру слов да цунами hazard он такой же как и все подобные уклоны только желтый дженфорсер мега баба спасающая собачек лекс прорер ну типа эксплорер только пародия на хана соло они должны остановить империю поработителя который глотнул скверды команда кат сбираясь на гору или обезвреживая бомбу наши герои всегда придут на помощь нуждающимся покупайте игрушки с героями в ближайшее время в наших магазинах гад глубоко активный тема собственно говоря мне тут в руки попалась хот лава для тех кто не в курсе маленький экскурс хот лава это новая игрушка компании клей от создателей don't start они себя пробуют в чем-то новом и я какое-то время назад подал заявку на бета-тестирование данной игры но так уж сложилось что в детстве я не играл в подобные игры я имею ввиду игры на воображение что пол это лава я никогда не прыгал по шкафам я вам не грёбаный человек-паук я хожу по земле для этого мне ножки дали но в общей сложности я в курсе что такая игра на воображение очень популярна там забгорье честно немножечко относился с скептицизмом к данной игрушке ибо как мне кажется игры на паркур давно им давно стухли их рассвет можно считать на момент выхода первого второго принца персии мы уже с вами знаем что юбисофт дважды пыталась нам продать одну и ту же игру про паркур и четко как-то вроде не удалось в первую очередь как я только запустил игру меня встретил логотип клей стилизованный по старое оформление и к сожалению записать начальный видеоролик мне удалось только в таком квадратном варианте ибо сменив настройки перезапустив игру заново ролика я не увидел но зато это сделано достаточно аутентично под старые квадратные мониторы вообще вы знаете вся игра немножко пропитана стилистикой восьмидесятых музыка отряд из пяти отважных героев и конечно же злодей я так правда не понял как зовут настоящего главного злодея вроде бы как видеоролик его называют юзер ну а может быть его зовут вайл что намекает на его фиолетовый комбез или это также переводится как подлый сразу после вставки с ознакомлением главных действующих лиц нам предоставляется посмотреть маленький мультипликационный ролик если вкратце он свозит тонны зеленой жижки вулкан это его гениальный план для того чтобы пробудить драгнороса это зеленая жижка по всей видимости что-то восхитительное потому что десятки клонов находящих кстати просто стоят и аплодируют ему естественно в этой толпе находится инакомыслячий клон которого зовут hazard всем чем он отличается это его костюм он не зеленым оттенком как у всех а полностью желтый hazard крадет формулу плохиша и уже каким-то образом вместе со всей командой они дерутся с клонами и вот наши герои уже у себя на базе не не подождите объясните зачем здесь окна на чего они смотрят не важно в общем они сканируют формулу плохиша и якобы без нее он не может дальше подпитывать вулкан женская пародия на вилсона который кстати не было в трейлере делает вывод что плохиш задумал что-то плохое да ладно чё правда по всей видимости китаянка цунами решила покормить их уникальное животное механического дельфина ведь действительно странный член команды это такая редкость сама формула находится под защитой конечно же в башне наших героев саде и спокойно выбивает потолок и проникает в хранилище после чего начинает атаковать такси пушками электрическое поле чё когда до одного из клонов доходит что это не работает он не придумал ничего более гениального чем просто крикнуть своему шефу что это не работает конечно же наши герои услышали кстати наши клоны не такие штук и увидев хазарда но такого же только желтого они реально задаются вопросом почему он желтый на что псевдо хонсола отвечает он просто переродился пока злодей орёт на своих подопечных цунами самолично открывает непроницаемую комнату и достает оттуда формулу и вместо того чтобы убежать решает просто перебросить данную формулу своим друзьям естественно формула ловит один из клонов потом они начинают перебрасываться этой хрупкой стекляшки туда-сюда отчего в конце концов она естественно попадает плохишу и вместо того чтобы убежать как я понимаю с последним экземпляром формулы он его выпивает и превращается в рагнароса драка выстрелы дельфин но сунами догадывается активировать пожарную тревогу отчего естественно лавовый монстр начинает потихоньку превращаться в камень в итоге плохиш сбегает и вот уже сама игра начинается с того что оказывается все это время hazard смотрел телевизор но тут внезапно приходит его мать сестра подруга я не понял и говорит что пора спать и как говорится шоу тайм он превращается в лаву и наша задача дойти от точки а до точки б перепрыгивая конечно же по всем предметам интерьера ребят не делайте так дома то обязательно что-нибудь поломаете и вот я пробирался по дому в котором раскидывала очень много непонятных вещей типа батута прям посреди зала куча разных балок коробок и по сути это вся игра мы просто-напросто перепрыгиваем от точки а до точки б после такого незамысловато уровня где мы приходим нашу спальню нам предлагается пройти туториал по сути своей он абсолютно не сложен и нам действительно расскажу чё к чему ну что действительно прикольно в качестве локации нам предоставляются различные курьезные ситуации вот мы допустим школе 8 сентября 1900 какого-то года предполагаю что скорее всего 7 где на доске в стиле симпсонов много раз написано что из-за видеоигр твой мозг разлагается любом случае мы торопимся пройти туториал сначала это спортивный зал потом спортивный зал превращается в какое-то лавовое помещение веревки прыжки веревки перекладины различные уступы снова прыжки общей сложности поиграв эту игрушку минут 20 честно могу сказать что управление не самое удобное к нему явно надо привыкнуть по сути весь принцип игры построен так что вам нужно добраться до точки желательно за самое короткое время и как я уже не раз говорил по отношению к этой игре было бы замечательно если в забегах участвовал не один человек а несколько и они друг другу могли делать подставы как в том же марио карт масло разлетели пустить какую-либо ракету но как мне показалось игре не хватает вот чуть чуть более динамичности зато в данной игрушке присутствует кастомизация и некие лутбоксы из которых можно выбить различные предметы шапочки наклейки на спину и рюкзаки и так далее любом случае данную игру нужно смотреть и я вам предлагаю сделать это именно сегодня приходите на стрим по этой игре посмотрим его вместе а с вами был я же кадрожа ставьте лайки подписывайтесь а всем удачи до скорого и skydysh и 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